Я же был в религии, я был в вегетарианстве, я был, ну, я был во всем. Когда вы хотите что-то изменить в своей жизни, первое, будьте готовы умереть. Нас ограничили тем, что сказали, это невозможно. Земля живет только за счет энергии из других цивилизаций. Основа здоровления – любовь. Я готов умереть. Просто хотя бы мысленно, я готов умереть. Всем привет. Это People Live. Программа, которая заслуживает вашего времени и внимания. И сегодня долгожданный гость – вторая часть программы с Александром Полиенко. Здравствуйте. Приветствую вас. Я надеюсь, что я успею вас хотя бы 5-10 вопросов задать. Потому что мы обещали нашим зрителям поговорить о законах кармы. И как менять карму. Есть ли она? Какие рамки у нее? И так далее. И даже что-то может быть с тем, чтобы взорвать мозг некоторым людям, которые всю жизнь думали вот так, а сейчас оказывается, что это вообще по-другому. Что кармой можно управлять. Не она нами рулит, а мы ею. И у меня, кстати, к вам будет соответствующий вопрос, потому что ваша супруга увлекается астрологией. И я ей увлекаюсь тоже много лет. И каждый раз, когда я смотрю на человека, я понимаю, что в такой-то период будет одно, в такой период другое. Вот тут вот так, вот тут вот так. Вот у него есть какие-то базовые характеристики. Но в таком-то периоде он будет совершенно по-другому. Это будет другой человек, а через 5 лет другой человек. И астрология дает ответы на очень многие вопросы. Но тут приходит Александр Полиненко и говорит, друзья мои, судьба, это все классно, но мы можем ей управлять. Я вам хочу сказать, что все инструменты, которые у нас есть, нумерология, расстановки по Хеллингеру, астрология, карты Таро и многие-многие-многие другие вещи, они все подвязаны на голову, на ум, на синюю чакру. И они учитывают только синюю чакру. И поэтому я говорю, что когда меня смотрел первый раз Павел Андреев, астролог, он, посмотрев на мою карту, посмотрев на меня, сказал, странно, ты должен был умереть 28 лет. И я говорю, прикольное начало консультации. Он смотрит дальше. Слушай, ну ладно, если ты не умер, то ты должен быть сейчас в инвалидном кресле весь поломанный. Я говорю, слушай, вообще прикольненько так дальше идет. То есть, когда он смотрит на мою карту, и он, беря стандартный подход среднестатистического человека, понимает, что люди должны умереть. Вот с такой картой они не жильцы. Причина, смотри, как только мы начинаем думать созидательно, как только мы начинаем проявлять любовь, то все минусы, которые у нас есть в астрологической карте, они становятся нашими плюсами. И там, где у тебя какой-нибудь квадрат, он становится твоей силой огромной. Я этого не знал. И я знаю, что это, наверное, что-то как-то со мной работает, потому что я с самого детства старался думать, говорить и действовать созидательно, замечать хорошее, переключаться и мечтать глобально. И вот в этом случае, когда мы беседовали, допустим, с Николь, которая, ну, как бы, для нее астрология была попытка понять, кого же мы родили, когда у нас пришел Роберт, сын родился. И хотелось узнать, что это за человек, что у него, как, чем мы ему можем помочь. Она увлеклась астрологией. И да, у нее аналитический склад ума. Я далек вообще от такого потенциала, который у нее. И я прям снимаю шляпу перед ее логикой и аналитикой. И, кстати, она тоже от нее отказалась. И на данный момент она снимает информацию в потоке офигенно. И я могу признаться, что когда мы делаем какие-то семинары, когда я делаю какие-то семинары, вебинары или тренинги, идеи или какие-то инсайты выдает она, а я их уже раскладываю по полочкам. И вот она мне сказала, ты знаешь, говорит, что не учитывает астрология. Она не учитывает силу духа. Потому что когда создаются вот такие условия, и кажется, ты тут умрешь, а эта лягушка берет и взбивает масло из сливок, и вылезает из банки, и становится все хорошо. То есть когда у тебя есть сила духа, а она не прописана ни в нумерологии, ни в астрологии, ни в расстановках по Хеллингеру, ни в картах Таро, нигде. И очень важный момент в этом всем, как я уже сказал, что когда вы хотите что-то изменить в своей жизни, первое, будьте готовы умереть. Потому что когда у вас внутренняя готовность умереть, то первое, кто умирает, это ваши законы, которыми вы на данный момент пользуетесь. То есть вы освобождаетесь? Да. Получается, ты никогда не умрешь, умрут законы, которые на данный момент тебе не нужны. А так как ты ставишь на готовность принять любой возможный вариант, тебе всегда дадут любовь, тебе всегда дадут развитие, тебе всегда дадут трансформацию. Вот так. Круто. По поводу предсказаний. Я знаю, что за вами замечено было, что вы предсказывали корону, появление короны. Но вообще, если за вами следить, то многие наши зрители, наверное, знают, что вы можете и не можете, а просто делаете это, да, периодически. Говорите, что там будет в течение этого месяца, на июль, например. Ну, я вот последнее, что слышал, да, это на июль. Слушайте, ну, Юра, тут принцип какой? Я предсказываю, когда вот эти все вещи делаю, я говорю, ребят, я предсказываю для себя и для своей жены. А так как есть люди, которые живут в определенных вибрациях, это те, которые, скажем, похожи со мной. Ну, это как если у тебя айфон и у меня айфон. И, скажем, у нас одинаковые программы, одинаковое обновление приходит в одинаковое где-то время. Или мы с тобой слушаем одну радиостанцию, ты в своей машине, я в своей машине. И ты такой, о, у тебя играет моя музыка. Я говорю, да, нет, и у тебя играет моя музыка. И получается, как бы я предсказываю про себя, а так как в этом мире по матрице делается все как по шаблону. И если ты вот в этих вибрациях, у тебя вот эти события происходят. Если ты в этих вибрациях, у тебя вот эти события происходят. Поэтому я не всем предсказываю, когда я предсказываю там на будущее. Я предсказываю только себе, жене и окружающим людям. Да, есть тенденции, когда я смотрю вперед, но мне не нравится предсказывать. Мне на данный момент в кайф просто проявлять любовь и создавать пространство, в котором люди будут счастливы, будут получать удовольствие, будут здоровы, будут в хорошем настроении, и будут реализовываться, будут жить в интересе, и им будет приятно от избытка делать окружающих людей счастливыми и через резонанс умножать свое счастье. Вот такая ситуация. А для этого нужно просто довериться миру, Вселенной и жизни. И поэтому с астрологией я вообще не знаком, совсем не знаком. Она сразу раскладывает, это здесь, это здесь, это здесь, а ты поступил вот так, потому что вот так, вот так, вот так. Я говорю, да, прикольно, ничего не понятно, но для тебя, наверное, это тоже интересно. Так вот, очень важно, что когда мы находимся в любви, астрологи перестают работать. Она перестает работать. И в астрологии есть еще понятие этажности. Ну, на каком уровне ты находишься, то есть, когда, ну, этажность, это опять же мышление. Через отрицание мысли, через созидание. Готов умереть, готов жить вечно. У тебя страхи или у тебя любовь? У тебя категоричность или у тебя многовариантность? То есть, это вот эти все вещи. И, конечно же, широта приятия. Маленький концептуальный вопрос. Перед тем, как мы перейдем к как рулить своей судьбой и кармой, вот смотрите, вот в астрологии есть такая история, что она классно описывает то, что уже произошло. Смотришь и видишь, а это по этому, а это по вот этому. То же самое, как на биржевой торговле, знаете, что технический анализ, как лженаука, да, классно описывает то, что уже случилось, почему цена вот так вот ходила. Понятно. Но вот что будет дальше, технический анализ не может предсказать. То же самое, как и вот наш гуру, господин Паршиков, он же Юрий Миров. Вот он тоже говорит, что, ой, да вы, это, кстати, один из лучших астрологов в современности. Он говорит тоже, что, да, ну ладно, ну там понятно, что я это вижу, но, конечно же, вот так доподлинно точно, что произойдет, невозможно никаким инструментом предсказать. Ваше мировоззрение что подсказывает? Можно ли реально точно предсказать будущее? Смотри, я когда был в Краснодаре, и там был один ясновидящий, его прям называли рентген, Александр, тоже его Александр зовут, но уже взрослый мужчина, вот, и он занимается предсказанием. Я уже где-то в каком-то интервью рассказывал, и я, ну, я же интересуюсь этим всем, когда, знаешь, как, ну, ты приходишь к тому, кто где-то так же, как и ты, этим занимается, да, и там записываешься к нему, у него там пять копеек стоит вот туда записаться и пройти с ним общение. Я смотрю, сидит куча бабушек, дедушек, и я им сам могу предсказать, ты умрешь сегодня, ты умрешь завтра, ты умрешь чуть-чуть позже, вот, ну, знаешь, вот такое, то есть, как бы, их жизнь уже определена давным-давно, потому что с тем набором состояния здоровья и одежды, и мировоззрения, они явно будут продолжать жить так же, как они и жили, ну, вот так, да. Я не видел там молодых бизнесменов, сильных, успешных людей, драйвовых, интересующихся, талантливых, творческих, я видел вот таких, и я у них всех подхожу, ну, делать нечего, очередь стоит, я говорю, ну, как, сто процентов все совпадает, ну, как, сто процентов все совпадает, а сколько выходит, да, уже десятый раз прихожу, прям все совпадает. Когда у человека уже жестко построены нейронные связи, и эти нейронные связи работают по определенным алгоритмам, и там электромагнитные импульсы идут всегда только по этим проторенным каналам, и новые уже не будут формироваться, только могут сформироваться, если у него будет стресс, а это значит либо клиническая смерть, либо какая-то ужасная ситуация, где у него мозг сразу начнет давать множественное количество вариантов нейронов для того, чтобы вырулить из этой ситуации. И, конечно, им предсказывать просто можно, ну, не знаю, поминутно, как это все произойдет, и оно произойдет. И, конечно, я захожу, он точно так же мне предсказывает, и нифига не происходит. То есть из того, что он сказал, ничего не сбывается. И причина, знаешь, почему? Почему? Он работает в определенной плоскости алгоритмы, он смотрит законы на сегодня, и он точно по сегодняшним законам говорит диагноз. Но когда ты гибкий, и ты готов здесь отказаться, здесь поменять место жительства, легкий на подъем, готов съездить туда, слетать сюда, признаться, где ты не прав, гибко провернуть эту ситуацию, поблагодарить, здесь улыбнуться, здесь пошутить, здесь признаться, здесь проявить характер. И ты многовариантен, да тебе никто не предскажет, вообще никогда не предскажет, потому что ты будешь любовью, а это значит, ты будешь творчеством, а это значит, ты будешь всегда божественностью, которая творит новизну. Все. А когда ты действуешь по шаблонам, конечно же, тебе трудно, очень легко предсказывать, и нас загоняют в шаблоны, нас загоняют в рамки, но ты же знаешь, да, мы просто берем умом, принимаем стекла, ходим, не режемся, умом принимаем угли, не отжигаемся. Не отжигаемся. То есть, на самом деле, это всего лишь навсего вот ум, и знаешь, как написано в Библии, если вы скажете, ты горев, с верой подняться в тормство моря, и будет так, ты можешь, все. Нас ограничили тем, что сказали, это невозможно, или это нельзя, это не получится. Это как у меня родственники были, ну, не буду их называть имена, да, она говорит, мои родители были бедные, я бедный, и наши дети будут бедными. То есть, такая жесткая кодировка, программирование, да, и всего лишь навсего начинаешь думать созидательно, разрешать себе большое, чего-то глобальное, оно берет и происходит. И в этом случае, когда я говорю в третьем измерении, да, люди просто везде в любой ситуации от удовольствия, от счастья выбирайте лучшее, то, что у вас есть. И если вы будете от этого получать удовольствие, вам тут же придет сумма чуть больше денег, если вы не будете хвастаться и радоваться, чем вы потратили на то, что вам принесло удовольствие. У меня к вам предложение. Первое. Проверить одну очень, очень, очень сильную ясновидящую. Вот просто было бы интересно, чтобы она вот зашла, посмотрела на вас, сказала, ну, смотри, через две недели вот такое-то событие. Позвонишь, если не произойдет. Но она с глазу на глаз, мы не будем об этом знать. Вы просто скажете, да или нет, это первое. И второе, это астрологическую карту вашу посмотреть, тоже с глазу на глаз, не оглашая никаких данных. Потому что мне кажется, а я в этом более чем уверен, среди ста экстрасенсов, да, 99, как правило, вы знаете. И то же самое с астрологами, то же самое. Сейчас можно за пять копеек получить курс, выучиться. А потом пугать людей, вот как вас пугали, что вы должны были умереть, вы должны были инвалидами. Вот, наверное, мне очень повезло, потому что я вообще не представлял, что у меня там, там, нет, ну, я видел, что, я знал, что мама, это там луна, я знал, что там папа, это там солнце. Я знал, что мне говорили там пять квадратов на луну и четыре квадрата на солнце. И типа это, наверное, не очень хорошо. Вот. А оказывается, это смертельно нехорошо. Вот. Я этого не знал. И так как я этого не знал и думал, делал созидательно, позитивно, благодарил и важный момент, я признавался там, где я был неправ, что я неправ. И знаешь, такое легкое состояние, а я не умею, а у меня не получается. Ой, а что-то я накосячил. И оно гармонизировало эти моменты, а когда ты начинаешь оправдываться, ты автоматически уходишь в иллюзию. И ты знаешь, вот ты когда говоришь там, а вот было бы прикольно там проверить, да, мне очень интересно немножко другое. Вот я сейчас озвучу те вещи, которые мы, может быть, будем делать, да, в ближайшее время. И они будут работать вот прям очень хорошо. Это, опять же, работа ума. Там есть чуть больше, чуть глубже, чуть эффективнее, потому что нужно подключать тело, нужно начинать чувствовать, потому что мы живем головой, руками и максимум ртом, вот. А нам нужно жить и чувствовать тело, значит, чувствовать землю. Так вот, я хочу сказать, что все мы, думая, что мы живем, мы проживаем как в дне сурка прошлое. То есть, смотри, нет закона, нет греха, создал закон, сформировал возможность грешить против него. Мы там, грубо говоря, сформировали какие-то законы. Эти законы у нас были выполнены или не выполнены. И если мы их не осознали, не признали, что мы выполнили, не выполнили, мы в этой жизни начинаем их отрабатывать. И что получается? Мы там себе придумали какую-то, ну, не ту вещь, которая нам была полезна, а здесь мы начинаем их отрабатывать. И я задаю вопрос. Что мы можем с этим сделать? Все очень просто. Мы берем и решаем, что каждое наше воплощение и воплощение всех наших предков, оно индивидуальное и находится не во времени, а находится здесь сейчас, в той вселенной, где они находятся здесь сейчас, в любви. При том, в любви не той, которая будущая, а любви, которая всегда и везде находится, как божественность. И мы убираем прослойку Люцифера, который делит все на чакры. И мы получаем белый свет. Каждый мы здесь, все наши предки, все наши прошлые воплощения, все наши потомки, все наши будущие воплощения. И получается, мы становимся индивидуальным, у нас уходит карма, и когда мы с любовью говорим, делаем, думаем, взаимодействуем, творим, мы создаем новую вселенную, в которой только любовь, много любви, и она всегда новая, и мы всегда смотрим, что происходит то, чего не могло произойти, а произошло только потому, что мы включили состояние любви. И тут же самое интересное, то, что меня просто поразило, и мне Николь говорила, ты понимаешь, любовь, она находится одновременно и в прошлом, и в настоящем будущем, и она работает чисто везде. И когда любовь такая, она, получается, не нуждается в регенерации. Мы регенерируем, когда у нас меняются законы, меняется прошлое на настоящее, потом на будущее, и нам нужно менять себя, а значит, менять законы. И надо менять клетки, потому что законы – это и есть клетки, а мы состоим из них. И получается, когда мы находимся всегда в любви, нам не надо регенерировать, потому что мы всегда будем жить, и наши клетки будут вечными. И самое интересное, если в медицину брать, у меня двоюродная сестра, она медик, и, ну, я к ней приезжаю, она говорит, давай что-нибудь для тебя сделаем. Я говорю, о, давай, а что мы будем делать? Она там в вену вставляет мне какую-то лёску, и начинает лампочка красной светить. Я говорю, что за фигня? Она говорит, это не фигня, это красное излучение такой-то частоты, оно сейчас усилит твою кровь, очистит её, и у тебя, если мы сделаем 10 сеансов, будут эритроциты жить не месяц там, а 6 месяцев. А если мы сделаем больше сеансов, будут жить 12 месяцев. А если больше сеансов, то будет 18 месяцев. Я говорю, стоп, получается только один красный свет, и мы смотрим только эритроциты. Они у меня нахрен начинают жить просто в 18 раз больше. А если мы возьмём и проверим весь организм и каждую клеточку, а если мы начнём светить не красным светом, а божественным светом, всем белым светом, всеми оттенками, и не только это будет свет, это всего лишь вибрации, да, а и те вибрации, которые мы не осознаём как состояние, как любовь, как нежность, как ощущение счастья, которые будут все в белом свете, и наполним им себя. Я даже не знаю, как предсказывать, и сколько миллионов лет это тело тогда сможет прожить. Вы потрясающую вещь сказали. Пока вы говорили, я подумал о том, что смотрите, а ведь религий тоже ведь очень много, да, тоже разбито как будто бы по спектрам, да, и каждая религия, я просто вспомнил, вот я периодически бываю в храме познания Кришны, и люди, которые видят, они чётко видят, в каком спектре, в каком свете те или иные преданные. Ну, например, мы смотрим на преданного монаха из храма познания Кришны, это одно свечение. Мы смотрим на какого-то очень жёсткого мусульманина, да, он в страсти, он так ведёт себя, да, ты смотришь, а там другая энергия, другое свечение. И по каждой религии есть свой спектр. И вот пока вы это рассказывали, тут меня осенило, что, господи, это же тоже разбивка по факту. Смотри, тут же ещё раз... То есть вы тоже об этом задумывались? Смотри, в самом начале нашей беседы я говорил, да, принцип, ну, я буду называть всё своими именами, да, принцип элитной семьи. Мы будем чуть-чуть её расшифровывать, да. Это определённое количество цивилизаций, которые живут низкочастотными энергиями. Он заключается в том, что им интересны частоты, только выбранные. И значит, им интересно только прошлое. А значит, для того, чтобы было только прошлое, они что делают? Разделяют и властвуют. Владеют. Они владеют нами, когда разделяют нас. А сейчас заходит, ну, извините, я буду говорить, опять же, вашими терминами, хотя я в них не разбираюсь. Когда заходит эра Водолея, то там идёт целостная семья. Да, это другие цивилизации. И у них принцип «объединяй всех в любви и царствуй». То есть, в царстве Божье там белый свет. Вот. А здесь разделённые. Там все спектры воедино. Да, нет, как бы так сказать. Там просто белый свет. Беспострельника, да? Там просто белый свет. А тут мы взяли и подробили. Понимаешь? И выходит, какая ситуация. Ну, я ещё немножко расскажу, для того, чтобы, ну, кто-то это не примет, эту информацию, но я знаю, что она так есть. Планета Земля, она выполняет функцию генерирования огромного количества жизненной энергии, которая приходит из космоса. Из космоса. Из других цивилизаций. И мы все представители определённых цивилизаций. Кто-то Плеяды, кто-то Ориона, кто-то ещё, Сириуса, кто-то ещё. Они здесь. И принцип идёт какой? Из тех мы там есть, и мы здесь есть. Ну, образно будем говорить, двойники, да? Мы по подобию мужчины получаем энергию оттуда, пропускаем через себя. Женщины имеют связь с планетой Земля. Мы при взаимодействии с женщинами, будем считать занятие любовью, оргазм, энергия Ци, даём эту энергию в ядро Земли. Она там умножается, возвращается назад, наполняет женщину. Часть уходит мужчине, часть уходит тем, кто на данный момент владеет и управляет планетой Земля. И вся остальная часть тем, кто дал эту энергию, умножим её несколько раз. То есть Земля живёт только за счёт энергии из других цивилизаций. И когда они сюда приходят, они приходят через мужчин, а через женщин идёт трансформация к планете Земля. И так как нас разделили, мы взаимодействуем с космосом, женщины взаимодействуют с планетой Земля. И знаете, что сделали элитная семья? Ну, если шутку говорить, их рептилоидами ещё называют, да? Ну, там порядка ста цивилизаций, которые вот эти все вещи делают. Они взяли и даже в астрологии сделали подмену. Если, допустим, а я же не астролог, и когда мне Николь спрашивает, что ты видишь как мужчина? Я говорю, мужчины – это космос, это энергия, идущая из космоса. А кто такие женщины? Я говорю, женщины – это планета Земля. Она говорит, погоди, в астрологии как бы проявление женщины – это Луна, проявление мужчины – это Солнце. Я говорю, я не знаю. И я вижу, что и то, и другое – фейк. Ну, я об этом знаю, да. Вы абсолютно правы. И я, когда начинаю смотреть Луну, я понимаю, что они нам навязывают низкочастотные эмоции-чувства, и чтобы всё проходило через Луну, чтобы мы как бы страдали. И уже потом и страдания проявлялись, но ограниченные Солнцем. А когда мы идём в космос, планета Земля, мы творцы. Кстати, абсолютно верно, Александр, вы не изучаете, наверное, те писания, древние трактаты, которым десятки тысяч лет. Ну, нет. Вы знаете этот старый анекдот? А вы знаете, что Иисус был раком по гороскопу? То есть фишка в чём? Как я, например, начал изучать астрологи, помимо правдивости тех данных, которые у меня есть, почему волхвы шли именно в ту точку и в то время, и в ту местность, где должен появиться Иисус. Потому что древние, ну, не волхвы, а брахманы просто по астрологии посмотрели, где родится человек с таким набором планеты качеств, которые только свойственны божественному началу. И пошли в ту точку, в то место, в то время, когда по астрологическим расчётам должен родиться кто-то более высокого порядка. Они пришли туда, и там был Иисус. Вот и всё. Вот вся история. Можно я тебе скажу? Да, да. Вся история ложь. Вся история придумана. Любые. Ну, вот, мне нравится, как говорила Николь, я говорю, мы же все живём историями и убеждениями. То есть у нас есть набор историй и убеждений, которые сформировались на фильмах, на книгах, на отношениях, на учёбе, на университетах, на коммуникации с интересными людьми. И она мне говорит, знаешь, что нужно сделать? Убрать убеждения, потому что они дают категоричность, агрессию и конфликтность. Просто живите и общайтесь с историями. Я просто офигел. Когда ты просто рассказываешь истории, люди из этого черпают истины, которыми они не могут пользоваться. Ты не даёшь убеждения, это должно быть так, вот это хорошо, а вот это должно быть только вот так. Это, знаешь, как тебя будут учить всегда еду готовить только рис и всё. Ну, а её может быть сколько угодно. И получается, что если мы говорим про Иисуса, ну, наверное, многие будут в меня кидать камни, да? Я же занимался... Мы их сложим и построим храм из них, поэтому бросать. Я же занимался, когда экстрасенсорикой, я точно знал, что я занимаюсь блокировкой. Я занимаюсь... Почему я отказался от этого? Я занимался блокировкой болезни. Почему? Потому что если ты хочешь, чтобы кто-то изменился, то ему нужно поменять мировоззрение. Когда ты воздействуешь на человека, ты воздействуешь законами, которые блокируют проявление того или иного симптома заболевания. А это заболевание было его определённое мировоззрение, которое привело к этому заболеванию. Ну, как я говорил, печень, там, доброта, обратная сторона, злость. И я просто брал и создавал эффект, чтобы печень была здорова, а значит, она не воспринимала злость, а значит, эта злость выходила или на детей, либо на события, либо на женщин, либо на предков. То есть она куда-то должна деваться, эта энергия. А так как мы живём только синей чакрой, а эта синяя чакра является управляющей программой, через которую нами и управляет, это очень удобно. То есть нас загнали в рамки определённых знаний, как есть на кону и есть законы. Нас загнали в законы, в загоны, вот так. И мы в них живём. Это плохо, это хорошо. Это правильно, это неправильно. Это толерантно, а это бесчестно. И всё, и манипуляция идёт. А всегда нужно смотреть, а сколько там любви? А любви там нет. И что получается? Когда я отказался от этого всего и пошёл в изменение своего характера, потому что я обнаружил, если я проявляю состояние поддержки, состояние счастья, состояние согласия, и как мне казалось, как мне казалось, может, это и неправда, любви, то люди меняются просто при взаимодействии со мной, и не надо на них воздействовать экстрасенсорно. А теперь важный момент. Смотри, основа здоровления – любовь. Когда приходит любовь, первое, что у нас происходит, это доброжелательность, человечность и благодарность. Всегда. Вот помни, благодарность всегда. И если к тебе исцелили любовью, и ты стал здоров, первое, что ты сделаешь – обнимешь этого человека, либо поблагодаришь его. Ну, вот если тебя любовью исцелили. А если тебе исцелили только орган, к примеру, да? Ну, у тебя орган исцелился, мировоззрение осталось тоже, и ты пошёл там гулять. И если берём Библию, там есть определённые вещи, а Бог в мелочах, да? И там, говорится, исцелил он множество, количество людей. И только одна женщина пришла и поблагодарила. Это говорит о том, что он заблокировал болезни. И если бы он исцелил их любовью, все бы пришли и обняли его с любовью, с благодарностью. И тогда бы на кресте никто не распинали. Вот в чём дело. Поэтому, конечно, мы сейчас прям нарываемся на серьёзные там противостояния. Я вам хочу сказать, что мой, ну, скажем, опыт, мои знания, мои действия привели к тому, что нам, ну, всегда нужно идти в любовь. Всегда нужно идти в любовь. Только у многих любовь – это как обычные действия, и где они это видят как доброта. А любовь – это не доброта. И знаете, я вам хочу сказать, что это, опять же, я, может быть, слишком лезу в такие дебри, где люди будут выстаскивать шашки и рубить с плеча. Но моё мнение, что когда мы в любви, мы пишем заповеди, что мы будем делать и как нам надо вести, а не будем говорить через отрицание, что нам не делать. Потому что если возьмёте просто простое действие, вот очень простое действие, вы собираетесь готовить суп, и вам говорят, машинное масло туда не лей, ключи гаечные туда не клади, землю туда не сыпь. Твою мать, скажите, что мне сделать для того, чтобы у меня был вкусный суп. Понимаешь? То есть тебе дают что не делать, но тебе не говорят, как приготовить. Очень важный момент. И если мы берём вот эти все вещи, у нас многие знания даются через отрицание. И многие люди говорят через отрицание. И когда мы можем сказать, чтобы ты был здоров, у нас многие говорят, чтобы ты не болел. И когда мы говорим, чтобы был везде мир, многие говорят, чтобы не было войны. И когда многие говорят, ничего себе, надо говорить, вот это да. Вот. И у нас весь принцип построен на отрицании. Даже когда мы используем методологию тех, которые нас загнали в рамки, и мы будем говорить, действовать созидательно, позитивно, и мы будем мечтать глобально о том, чего не может быть, потому что не может быть никогда. И будем к этому относиться как к игре. Мы даже в третьем измерении, находясь в материи, времени и пространстве, будем управлять любовью через то, что нам дают, будем реализовывать через благость, созидательное мышление и готовность потерять. Слушайте, мне кажется, мы можем об этом говорить бесконечно долго. И мне кажется, что это обязательно пригодится тем людям, которые очень близки по тем частотам, по тому мировоззрению, по тому уровню жизни, существования, жизни, называйте как хотите, на котором вы, к которому вы пришли. И это огромный путь. Там было очень много всего. Отполоманных пальцев от удара, больших денег, большой любви, больших разочарований. Было все наверняка в вашей жизни, экстрасенсорика в частности. Друзья мои, студийное время на сегодня закончено, но это не отменяет тот факт, что вы просто обязаны написать свои вопросы, чтобы мы обязательно успели их обсудить. Потому что сегодня, я посчитал, из 30 я успел задать 5. Из 35. Остальные я задавал мысленно. Но это только те вопросы, которые были у меня. А мы хотим, чтобы вы задавали те вопросы, которые у вас. Вы не против? Если мы через какое-то время повторим, потому что, опять-таки, мы делаем это не для себя. Для себя я могу прийти к вам на консультацию. А вот для людей мы сделаем вот такую вот историю. Вы знаете, вот я, когда слушаю Юру, и я ему буду говорить, и он потом будет на это обращать внимание, я лично только начиная этому учиться, вот когда он обращался к вам, он говорил, ну вы не против, ну вы согласны. Вот когда мы просто будем говорить, вместо того, что, слушай, у тебя тут проблемы по здоровью, он говорит, слушай, тебе нужно просто сейчас поправить здоровье, и мы сейчас сделаем так, чтобы ты был в отличном состоянии. Мы не будем говорить там, слушай, у тебя ходовая развальна, давай мы тебе сейчас просто сделаем ходовую, и она у тебя будет в отличном состоянии. То есть, когда мы начинаем сразу говорить о том, что мы хотим сделать. И когда мы говорим созидательно, это, как я понял, ну очень, очень надо перестроиться. И это, ну, идет всегда через напряжение искусственно. Это как левой рукописатель, я не знаю, там, ну какие-то на руках стоять или на руках ходить. Это крайне трудно. Но когда ты научился это делать, следующий шаг – всегда смотреть, а сколько я вложил любви в слова, сколько я вложил любви в действия, сколько я вложил любви в свои мысли, в свой взгляд. И я даже мамочкам говорю, слушайте, просто возьмите, когда вы общаетесь со своим ребенком, задайте себе вопрос, а с любовью я бы сказал этому, я с любовью сказал своему ребенку, помой руки, застели постель, сделай уроки, убери носки, вытри со стола. Насколько ты вкладываешь туда любовь? И мы обнаружим 99% говорят просто от ума какие-то заученные фразы, и они делают внешне. Как только вы говорите с любовью, ребенок становится счастливее, здоровее, успешнее, самодостаточнее, моложе и эффективнее. Угу. Все ли могут быть богатыми? Маленький интерактив. Скажем так, наверное, я думаю, все, если они захотят. Любой может выздороветь, если болен? Практически да. Все ли могут быть видящими? Все до единого. Просто все 100%. Притом они видят не будущее, они видят законы, которыми они на данный момент пользуются и к чему они приведут. Я за то, чтобы мы создавали свое настоящее, любовью и жили только в настоящем, убрав будущее и прошлое, убрав прошлое воплощение и будущее воплощение. Действительно ли люди делятся на ведомых и ведущих? Либо любой может стать ведущим? Я бы так сказал. Самое главное чувствовать состояние удовольствия и счастья от того, что ты ведомый или ведущий. И я бы, конечно, был бы за то, и я думаю, так всегда будет, чтобы каждый, ну, когда ко мне приходят люди на семинар, я говорю, я для вас инструмент. У вас есть только один авторитет. Это вы и ваши ощущения, через которые вы воспринимаете мир, сколько в нем любви. И всегда проверяйте все на прочность. Поэтому мы все авторитеты для самого себя. И как только мы становимся авторитетами, у нас нет ведущих и ведомых, у нас есть личности, у нас есть творческое состояние мужчины и женщины, которые просто в удовольствии делают то, что они чувствуют с любовью. Если иссяк запал и человек выгорает, где наполняется энергией? И у Александра Полиенко есть ли места силы? Слушай, нет мест сил. Самое большое место силы – это наше тело, в котором мы находимся. Мы выгораем, когда мы переедаем, и нам нужно научиться просто переключаться, и нужно уметь благодарить. И, как я говорю, вот просто периодически, когда вам плохо, начните пробовать, разрешать себе, я готов умереть. Просто хотя бы мысленно, я готов умереть. Все. Умирайте не вы, умирают законы, которые вас начинают использовать. А законы, они временные. И как батарейка кончилась, и автоматически она уже вам не на пользу, а во вред идет. Старость – это в голове? Ой, да, это в голове, и это, ну, хочется сказать, это в Люцифере. Это вот в этом ангеле, который взял и все поделил. А когда мы становимся целостными, мы всегда молодые, мы в настоящем времени, у нас просто нет прошлого и будущего, и поэтому нет старости, и нет реинкарнации, и нет регенерации. И мы просто молоды, здоровы и всегда активны. На планете Земля служить Люциферу, либо выйти из-под него, под его влияние, возможно? Ты знаешь, время Люцифера заканчивается, почти две с половиной тысячи лет он здесь властвовал, и там было, ну, скажем, без вариантов. Если ты находишься в любви, тебя уничтожат, если ты находишься в любви, тогда работай со слабыми, с мертвыми, с инертными, и тебе, может быть, позволят жить. Сейчас наступает новое время, как я уже говорил, Эра Водолея, это любовь, которую я еще на самом деле вообще еще не знаю. Я только пробую ее воспринимать, и для того, чтобы воспринимать по-настоящему, я вот и отказался от своих способностей третьего измерения, где я очень комфортно себя чувствовал, и сейчас иду просто в новизну, и становлюсь учеником для себя, учителем для себя, и познаю новое состояние, как это будет, и разрешаю себе находиться в любви. Прошли ли вы бы свой путь заново, если бы сейчас? Слушай, я бы, наверное, очень многие вещи делал по-другому, потому что, знаешь, как меня проводили по этому пути, я же занимался всем. Вот, почему я такой категоричный, да? Я же был в религии, я был в вегетарианстве, я был, ну, я был во всем. Я был в йоге, я был в экстрасенсорике, я был в целительстве, я был в вычетках молитвы, я, и, вы знаете, моя главная задача была, вот до последнего момента, я как говорил, намерение, которое я высказывал много-много лет, когда работал с людьми, я говорил, смотрите, я живу вот так, и я это буду навязывать всем. Я вас ограничиваю тем, что вы счастливые, здоровые, богатые, молодые, красивые, живете долго, в любви, получаете удовольствие, при этом целостные, если вы мужчины, мужественные, если женщины, женственные. И все. То есть я вот очень жестко ограничивал, чтобы было вот так. И я знал, что в этом наборе всегда будет идти, скажем, баланс в третьем измерении. Если какой-то пункт страдает, мы обязательно гармонизируем все, чтобы он тоже выравнивался, то есть чтобы все пункты работали. Да, это более сложная система, но поверьте мне, у нас в среднем до 200 законов, из них 150 как минимум нам вредят. Если мы вот берем вот эти законы в третьем измерении, активируем и просто для себя это проговорим утром и вечером, оно заходит на подсознание и создает эффект. На сегодняшний день я и от этого отказался, сказал, я просто стараюсь быть в потоке любви и убираю ум. А ум — это мои мысли, которые идут из опыта прошлого, и становлюсь потоком состояния, которое выдает информацию, и я только наблюдаю, сколько я туда заложил любви, и можно ли увеличить любовь в том, с чем я взаимодействую. Дети — это наши учителя? Однозначно. Можем ли мы учить своих родителей? Я, когда смотрю на родителей и на детей, то я обнаруживаю, что 70% детей могли бы очень многому научить своих родителей. Есть мнение, что запрещено, ну и в определенных писаниях, запрещено учить своих родителей? Я думаю, здесь вопрос «учить нельзя» можно показывать на личном примере, как ты живешь, потому что, ну, как я говорю, если ты сам не выполняешь эти правила, ты не можешь их говорить другим. А когда ты выполняешь, то тебе не надо их рассказывать, потому что люди смотрят на тебя, и если им нравится, они начинают делать и повторять, как ты. Класс. Вот этого я ждал и хотел это услышать. Ваше послание нашим зрителям. Здесь и сейчас, будучи в любви. Я думаю, что доверьтесь миру, станьте мужчинами и женщинами, начните видеть друг друга мужчин и женщин, уберите спешку, мечтайте глобально, быстро переключайтесь, получайте удовольствие и будьте счастливы в мелочах. Действуйте по принципу «подумал, делал» и всегда наблюдайте, сколько вы вложили любви в слова, в поступки, в мысли, в отношения. Святой отец, правильно ли я живу? Правильно, сын мой? Но зря. Без любви. И второй, знаете, этот анекдот, когда говорит, святой отец, а секс без любви грех? Он говорит, деточка, все, что ты делаешь в жизни без любви, все грех. Это из церковного юмора. Ну и последний завершающий вопрос. Можно ли быть успешным без второй половинки? Вы знаете, успех у некоторых определяется деньгами на счетах. Успех у некоторых определяется подписчиками на его канале Инстаграм. Мое мнение, успех – это когда ты здоров, счастлив, получаешь удовольствие, занимаешься любимым делом, и с тобой близкие люди по духу, по взглядам, по мировоззрению, и тебе интересно жить. И да будет так. В любви обязательно. А вот со второй или половинкой – по-разному. Увидимся.